Первое, о чем мы с вами сегодня поговорим, это, конечно же, о звуке. О звуке нашей гитары. Первое, чем отличается игра профессионала от игры NHK или любителя, это хороший, яркий, чистый, мощный звук гитары. Причем неважно, на какой гитаре профессионал играет, она все равно у него будет звучать классно. Ну и как же добиться такого звука от вашей гитары? Ну, в принципе, это нужно, конечно, позаниматься постановкой рук и поиграть в специальные упражнения. Чем мы с нашими студентами занимаемся на наших основных программах. Вот у нас даже есть специальный такой чек-лист из 20 параметров постановки, которые мы соблюдаем, по которому мы проверяем домашние задания, чтобы все было на месте. Ну, а сегодня я вам дам буквально 3-4 самых простых и самых важных техники постановки рук. То есть буквально изменение положения ваших рук, которые уже, если вы их освоите и начнете применять, которые уже заставят вашу гитару звучать в разы лучше, громче и ярче. И причем неважно, сколько она стоит. Значит, первое, это наша правая рука. У начинающих в правой руке обычно две самых основных ошибки. Во-первых, это то, что вот здесь у нас запястье, да, вот этот сустав часто кладется на деку или очень низко опускается, да, вот так вот. Вместо того, чтобы быть поднятым над декой, он опускается на деку. И второе, это то, что у нас нет неправильное положение пальцев по отношению к струнам. То есть вместо вот такого шоркающего положения пальцев, да, когда они у нас под углом играют, зацепляют струну, и возникает плохое сцепление, и возникает такой свист, шорканье и проскальзывание пальцев. Вместо этого, если мы сделаем небольшой изгиб и поставим наши пальцы почти под прямым углом к струне, они начнут играть уже с хорошим сцеплением, и звук всегда будет яркий, громкий, мощный, то есть на 100% тот, на который способны вы и способна ваша гитара. Сравните. Или. Звук гораздо хуже, тусклее и велее. Все, что я сделал, это немножечко повернул мою кисть, сделал небольшой изгиб вот здесь, и сделал так, чтобы пальцы зацепляли струну под углом в 90 градусов. И здесь запястье, конечно же, нужно держать на расстоянии, на большом расстоянии от деки. То есть ни в коем случае мы не кладем наши запястья на деку, так как в этом случае пальцем просто будет негде развернуться, и нам придется вот так вот подцеплять каждую ноту и махать рукой, и что негативно очень сказывается на звуке и вообще на удобстве игры. То есть, первое, поднимаем запястье над декой, локоть при этом лежит, и второе, немножко разворачиваем пальцы, чтобы они приходили на струну почти под 90 градусов, то есть почти под прямым углом. Итак, еще раз покрупнее. Значит, первое, это мы поднимаем наше запястье, чтобы оно не лежало на деке, чтобы пальцем было где работать. И второе, это мы немножко разворачиваем нашу кисть, чтобы пальцы зацепляли струну с хорошим сцеплением под 90 градусов. Уже применив буквально эти два приема, вы значительно улучшите ваш звук при игре пальцами на акустике.